всем привет наконец-то я добрался до coding game и сегодня мы я сделаю обзор двух задач вот не трех как было ранее от двух только потому что сейчас у меня есть время сделать это видео и готовы только две задачи вот на одной из которой я натупил но я об этом расскажу вот начнем вот с этой задачи don't panic по моему да да чем ее суть вот ее суть в том что есть какая-то . где появляются клоны вот и в комнате каждая комната вот закрыта такими лазерными стенами а вот соответственно если клон достигнет до этой стены то он помрет вот и в этой комнате как бы можно только вправо влево двигаться и там где клон возрождается справа или слева от него есть вот такая вот штуковина которая его затягивает вот соответственно нам нужно направлять этих клонов вот то есть у нас есть всего лишь две возможности блок ему ну в консоль отдавать вот войне блок и вает с консоли нам приходит информация о том о текущих координатах в данном случае эта комнатка разбита грубо рядом нам раз два там три четыре пять там шесть но может быть на шесть картина ну шесть позиций вот соответственно нам в консоль там приходит информация right и позиция его или наоборот позиция его и right давайте сейчас посмотрим вот 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 так что нам приходит в консоль нам приходит мы читаем где на два числа а три числа номер комнаты позиция и куда он двигается вот вправо или влево либо же вот такая вот информация будет приходить вот вот так вот то есть основная задача нам сделать так чтобы наши эти клоны двигались то есть фишка в том что давайте запустим первый тест кейс вот он появляется и дальше 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 клоны выходят и мы выигрываем то тогда когда у нас хоть первый клон достигнет конечной точки так вот появляется он условие следующее клон появляется и у него всегда направление вправо то есть данном случае он появился и двигается сюда но вот на этом этапе нам нужно его остановить что это означает что это означает это в консоль да мы можем отдавать только-только вайт и блок блок что такой блок блокирует вот этого клона который здесь появился так вот когда он заблокирован слеп все последующие клоны которые появляются как бы и с ним сталкиваются они меняют свое направление в данном случае он был заблокирован дальше вылазит новый клон и что происходит он видит заблокирована кого на то есть он грубо говоря с ним сталкивается и меняет свое направление то есть по умолчанию это было право дальше значит меняет влево и так дальше идет вот ну давайте посмотрим второй пример вот у нас то есть вот он появился справа то есть нам ваша задача всего лишь определить по какую из по какую сторону находится вот вот это вот ерунда которая затягивает клона вот эта вся информация у нас приходит приходит вот она то есть у нас большим числом приходит ну к примеру где это где это вот в самом начале перед основным циклом игры то есть у нас количество комнат ширина каждый ну ширина этих комнат дальше количество раундов то есть сколько будет длиться нашей гранты сколько итераций вот потом выход то есть выход это имеется ввиду если у нас нету ни одной комнаты ну то есть нету есть комната только одна то вот этот выход он содержит выход для самой последней комнаты финишной то есть когда у нас нету ни ну ну комнаты этажа то есть когда у нас нету ни одного этажа то вот это exit floor примеру давайте посмотрим первый вариант то он содержит вот вот эту вот позицию то есть понимаете да потому что там у нас идет вычетка сначала читаются все основные данные а потом для каждого этажа соответственно свои данные то есть его выход вот и номер этажа единственный смотрите нюанс ну потому что эта задача очень легкая и я не понял почему она на среднем уровне то есть единственный нюанс у нас эти комнаты приходят не по порядку то есть ну это же давайте посмотрим к примеру где у нас третий несколько этажей вот это сейчас вот то есть у нас вот здесь мы основную вычетку сделали то есть сколько тиков игры будет и т.д. и т.п. но об этом почитать я не думаю что это сложно вот а дальше у нас приходит информация по всем этим этажом и может информация прийти по второму этажу потом по первому а потом по третьему то есть вот здесь вот это единственный нюанс но мы заводим массив определенной размерности и дальше то что мы прочитали вот мы прочитали там к примеру номер тоже сразу по индексу туда пишем где его выход вот поэтому это это по ходу единственный нюанс так вот когда мы определили по какую сторону наш точка для перехода в следующую комнату то мы либо смотрите либо блокируем нашего клона либо нет данном случае мы мы определили вот здесь мне приходят координаты где наш клон и и куда он движется я знаю что выход из этой комнаты справа поэтому он двигается спокойно в правую сторону двигается 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 как только я достиг этих координат я консоль отдаю команду блок заблокировал все дальше ну да он переходит вверх как бы и заблокировал вот дальше все идет точно так же я получаю информацию по моему вот этого чувака вот соответственно он уже номер комнаты у него другой и двигается влево но я знаю что а влево почему двигается потому что здесь этот заблокированный есть вот он меняет их не направление то есть грубо говоря это такой чувачок с флажками который говорит куда надо идти вот соответственно он идет 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 то есть на данном этапе я уже получаю информацию следующего клона то есть вот этого соответственно когда я определяю что я достиг вот этой точки ну как бы и на новом этаже я опять консоль говорю блок дальше пока 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 во всех остальных случаях я говорю вает вает это означает что игра продолжается дальше то есть ничего не надо блокировать то есть примеру если бы есть сейчас на этом этапе сказал бы блок то получается что остановился бы этот клон заблокирован и эти вот чувачки эти роботы они бы шли к нему а потом шли обратно соответственно блок это у нас блокирует устанавливает вает это продолжаем идти потом блок блок блокирует кого-то на текут то есть соответственно каждом этапе игры я получаю позиции ну координаты направление вот этого самого ведущего клона вот поэтому здесь ничего сложного вообще нет единственный нюанс при вычетке этих комнат что у нас порядок этих этажей может быть разным все соответственно единственно нам нужно определить куда он двигается в какую сторону потом как только достиг нужной точке заблокировать его и так дальше вот у меня практически там с третьего раза по моему код заработал вот то есть был черновой вариант и но не знаю может быть кому то что то и будет сложное но я вам рассказал суть каждый раз надо определять где находится это то есть надо завести какие-то массивы для себя возможно в которых вы будете хранить номер комнаты и где выход и все на каждом этапе смотреть позиции лидера все с этой задачей все теперь перейдем к задаче с которой я на тупил короче что я имею ввиду я имею ввиду что ее делал дольше чем ее нужно делать вот 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 эта задача вот в чем проблема ну как бы я не стесняюсь говорить если я где-то туплю вот но проблема в том что была голова загружена чем-то другим короче и эту задачу я делал ну конечно же я ее делал минуты 3 ну может быть 40 секунд еще вот в общем голова была задумала еще о другом и на это у меня ушло я даже не знаю ну может три часа вот потом нужно было прерваться и вчера поздно вечером я все-таки опять сел думаю да что ж такое ну ну задача ж на уровне среднем она не должна быть сложным мне не получается вот результате я сел посидел и как гром среди небес пришло решение то есть решение это было но нужно было кое-что изменить так вот в чем суть задачи свою задача заключается в том что у нас есть некий граф ну либо некие связи вот то есть как бы которые можно друг другом отобразить виде графа но это по факту связи связи каких-то и людей с другими людьми пример вот человек ну пусть под номером один связан человеком 2 человек 2 связан человеком 1 и человеком 3 человек 3 связан с четверкой и двойкой и семеркой то есть я думаю вы поняли так вот суть задачи заключается в том чтобы нам определить с какого человека узла нужно отправить рекламное сообщение вот чтобы она достигла всех пользователей в сети за минимальные минимальное время то есть данном случае вот здесь примере приводится если мы отправляем ну и к примеру доставка от одного другому будет занимать час и вот пример пример если мы отправляем с первого человека то до второго час заняла потом до третьего два часа потом четвертый седьмой три часа пятый шестой восьмой четыре часа то есть данном случае потратила четыре часа но если же мы отправим с третьего то сначала за первый час два четыре семь за второй час один пять шесть восемь то есть за два часа на сообщение ушло всем вот то есть вот здесь ну как бы вот это и и и и и нужно сделать найти это минимальное время то есть номер узла номер человека с которого стоит отправлять сообщение вот здесь гарантируется что 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 тут гарантируется где-то было написано что если человек один имеет связь с человеком два и два имеет связь с человеком три то невозможно чтобы была связь между тройкой и единичкой то есть нет закольцованности в данном случае гарантируется что закольцованных связи нет типа один восемь вот так вот ну потому что это было бы на порядок сложнее задачка но по факту мы имеем граф о графе о графах и алгоритмах я в будущем планирую сделать видео но сейчас вкратце на этом примере если кто не знает граф это это ну вы знаете уже что такое дерево ну вот и граф это можно сказать тоже дерево но у дерева у нас есть право-лево у графа может быть несколько соседей то есть много может быть связи так вот граф это есть вот это какой-то узел и это узел вот один и два это узлы между ними ребро частенько бывает это ребро имеет какой-то вес но сейчас она у нас одинаковый вес каждого ребра так вот вот узлы они связаны друг с другом ребра вот граф этот называется связным связным называется граф который имеет связи со всеми вершинами то есть как вы видите здесь связи со всеми вершинами есть то есть нет отдельного узла без ребер который там будет за значением 10 вот так вот это граф связный и не ориентированный то есть ориентация в данном случае показана вот здесь когда тройка ну это пути показаны но к примеру если был бы он ориентированный то в данном случае были бы показаны стрелочки вот такие вот связи то есть к примеру 3 имеет связь с двойкой но двойка с тройкой связи не имеет точно так же как и здесь 1 в 2 попасть не может но 2 в 1 попасть может то есть где это такое может использовать такое сплошь и рядом используется в логистике к примеру по дорогам это могут быть односторонние дороги чтобы попасть на 3 нам к примеру тут будет еще вот такая вот какая-то связь ну вот из единички в 3 можно попасть ну какой-то объезд но и только из тройки в двойку но из единички в двойку нельзя то это ориентированный в данном случае у нас не ориентированный связанный граф так вот суть задачи здесь ну во первых построить что построить по графам можно построить либо таблицу смежности либо список смежность таблицу смежности в данном случае я бы не рекомендовал потому что может не хватить памяти скорее всего потому что вот количество то есть номер узлов колеблется от 0 до 200 тысяч количество связей от 0 до 150 тысяч то есть матрица смежности это такая матрица у которой столбцов и и колонок одинаково то есть это 200000 будет на 200000 довольно таки много есть еще список смежности список смежности это когда 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 мы храним информацию что того вроде вот такого ну к примеру на этом примере из единицы у нас есть связь с двойкой сразу же на этом этапе ставим двойка связана с единицей дальше у единицы больше нету никого дальше двойка у двойки есть единица эта информация уже есть и у двойки есть тройка и сразу же ставим для тройки что у тройки есть двойка есть смотрим теперь тройку у нее есть 4 и 7 ставим 4 и 7 и тройка сразу же для четверка ставим что там тройка и для семерки ставим что там тройка соседей 2 дальше берем четверка у четверки есть тройка это уже其實b и 5 и 6 есть 5 и 6 плыд же для 5 ставим что есть четверка и для 4 ставим что и для шестерки стоишь то есть 4 так 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 и у 7 7 есть восьмерка и сразу же для восьмерки ставил что есть 700 вот список смежность как видите мы по каждой вершине можем знать куда он может доступиться соответственно двойка может пойти в единичку и тройку соответственно из единички никуда а из тройки можно еще четверку и семерку попасть потом переходим четверка из четверки можно еще шестерку там пятерку чуть не понял тут ошибся вот пятерка вот но короче данном случае лучше построить вот такую матрицу смежности список смежности он строится легко хотя наверно сами подумайте как его строить но можете переметать перемотать обратно и увидеть как это я наживо приводил пример вот но смотрите что на вход приходит на вход нам приходит количество связей и вот этот вот эти вот связь то есть единичка связана с двойкой ну давайте смотреть тройка тройка связана с четверкой 1 тройка связана с семеркой 2 то есть это грубо говоря так он в углу уходит вот потом четверка связана с пятеркой вот четверка связана с шестеркой вот нету смысла указывает указывает что четверка связана стройка потому что это было уже указано раньше так вот в чем же мой тупеж был а ну даже еще скажу что тут мой код который приведен он ну не не такой быстродейственный не так быстро работает как предыдущий код был вот а предыдущий был он не оптимизирован он быстро работал но он был плохо читаем этот код более-менее еще читаем вот суть задачи просто заключается в том что это есть граф и пройтись по всем вершинам пройтись по всем вершинам вот то есть это по факту поиск в глубину есть такие алгоритмы поиска в глубину то есть суть его алгоритма довольно простая попробуйте сами реализовать потому что вчера ну к примеру как я не старался я думал короче у меня в голове было еще другие мысли две задачи и делал совсем не то потом все таки когда когда я на это все посмотрел я все-таки понял что ну как ни крути но здесь поиск в глубину как ты его не называй называют его депт калк или еще как-то но это поиск в глубину какая его суть нужно посетить каждую вершину при посещении каждой вершины мы отмечаем что мы в этой вершине уже были грубо говоря нам нужно выбрать какую-то вершину и идти с нее и переходя с нее пасть по помечать примеру в каких-то массивах дополнительных что в этих вершинах мы уже были то есть иметь список всех вершин и все пройти вот это вкратце суть глубины ой суть поиска глубину чем же был мой тупеж мой тупеж был что практически там но в первое там наверно полчаса или сколько ну давайте час будем брать тоже не будем там придумывать себе какой там сам умный там пусть часто будет на все про все вот было реализовано проход по всем вершинам и понимаете какая штука я хранил информацию сколько часов требуется для до доступа каждой вершине и эту всю ерунду я делаю для каждой вершины то есть вот у меня восемь вершин я для каждой из восьми вершин просчитывал в цикле выполнял этот алгоритм вот и все было хорошо пока не наступил я на тесты 8 и тесты 9 кстати вот для таких тестов где много каких-то данных и которые мы в консоли даже f printf и все вывести не можем я обнаружил вот видите вот такая штука смотрите за мышкой тут мы клацаем и можем получить все эти данные вот и скопировать то есть копировать я делать просто control shift вниз копировал тут левак какой-то копировался ну ничего страшного потом он удалялся так вот на восьмом тесте 34000 вершин на девятом тесте а на девятом мы видим пятьдесят одна тысяча вершин соответственно понимаете да для каждой из вершин я выполнял этот алгоритм пятьдесят одна тысяча связи то есть я беру первую вершину и начинает цикл у меня грубо говоря проходить все эти пятьдесят одну тысячу связи потом берется вторая вершина и все то же самое то же самое то есть вот на этом этапе тупил то есть первый вариант у меня был функция рекурсивная потом смотрю восьмой девятый не влазит по времени напишет много времени убрал рекурсию все равно потом давай уже изгалялся улучшал все равно а потом походил вечером сел ну как отвлекся советую вам братья отвлекаться отвлекся от этого всего и потом ночью вчера ну вечером сел и пришло решение сразу какое же оно нужно найти вершину с минимальным количеством связей после чего выполнить пройтись по всем вершинам но используя этот алгоритм то есть не обход слева там или направо а в глубину то есть в глубину это имеется виду сюда зашли раз сюда зашли 2 то есть в обход в ширину там к примеру то может быть смотрите за мышкой идем сюда 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 вот так а в глубину это дошли сюда потом сюда сюда пошли потом отсюда сюда сюда и сюда то есть это грубо говоря на одних уровнях происходит итерации вот так вот всего лишь нужно было догадаться о том что нужно сделать этот поиск найти вот это вот значение максимальное и поделить на 2 почему на 2 потому что в любом случае будет на средина с которой так и граф ориентированный а вот имеют все связи то есть он свой не ориентированный он связный то есть имеется связь соответственно нужно просто найти максимальную возможную количество часов то есть глубину после чего поделить на 2 все то есть не нужно для каждой вершины было вычислять то есть по факту нужно было сделать вот это ну здесь и делю надо кстати поделить надо вам ну хоть чем-то по выделываться можно было бы сместить но битовой операции применить сместить на один бит вправо ну ладно вот это я просто проверяю на четность потому что если число нечетное ну к примеру здесь может быть минимальное количество часов по моему 3 при обычном вот таком деление округляется в меньшую сторону короче получаем число 1 поэтому я решил не использовать эти материнитические функции просто если количество часов нечетное то я увеличил на 1 то есть пример это было три часа увеличил на 1 2 часа и разделена 2 получил минимальные 2 вот все то есть ничего вот сверх сложного вот единственный нюанс вам нужно найти максимальную глубину и поделить его на 2 все на 2 уже не нельзя было бы делить если бы это был бы ориентированный детограф или там еще какой-нибудь вот поэтому для себя почитайте то есть чем дальше задача тем больше тем дополнительных которые нужно знать а поиска в глубину в ширину там алгоритмы с графами это очень популярная вещь она много где используется как минимум в логистике поиска путей ну поэтому реализуйте сами этот алгоритм вот граф можно отобразить как массив какой-то массив связи или еще очень ну подумайте то есть это очень полезно вот поэтому сложного ничего нету поэтому эта задача решена и и и и все дайте еще перейду на медиум ее почему-то решила очень мало количество людей либо не хотели вчитываться в эту суть судить ее решила 5700 человек вот эту don't panic простейшую 16000 бендера 6000 вот 19000 человек решила а тут вообще 30 тысяч понимаете эту почему-то 5700 поэтому не отставайте увеличивайте этот это число вот задача несложный о нюансах я рассказал а вот поэтому все на сегодня все ждем новых видео делимся комментируем все всем спасибо за внимание всем пока